Всем привет дорогие друзья! Сегодня я бы хотел поговорить об одной из самых слабых сборных в европейском футболе, а именно о сборной Лихтенштейна. Сегодня мы обсудим как развивается футбол в данном регионе, как национальная сборная выступает на международной арене, как клубы играют в Еврокубках и какие особенности есть в лихтенштейнском футболе. Поэтому присаживайтесь поудобнее, я желаю вам приятного просмотра, мы начинаем, поехали! Для начала кратко познакомимся с самой страной. Лихтенштейн это карликовое государство, расположенное между Швейцарией и Австрией. Население страны составляет всего 38 тысяч человек. Чтобы вы поняли, насколько это мало, напомню, что вместимость лужников главного стадиона в России составляет 81 тысячу человек. Получается, что московский стадион без труда может вместить население этой страны, даже если его умножить в два раза. При этом Лихтенштейн является чуть ли не самым футбольным государством в мире. По данным местной федерации футбола, в княжестве официально зарегистрировано около 1700 футболистов. Нетрудно посчитать, что примерно 5% населения страны играет в футбол. Сюда относятся юношеские и профессиональные команды, а также любительские. Теперь давайте поговорим о том, как сборная Лихтенштейна играет в международных матчах. Лихтенштейн вступил в FIFA в 1974 году, став 142-м ее членом. На июнь 2022 года сборная княжества занимает 188-е место из 210 стран, входящих в Международную федерацию футбола. Национальная сборная с 1996 года начала стабильно принимать участие в отборочных турнирах к чемпионатам Европы и мира. Однако за все эти годы ей лишь два раза удавалось занять предпоследнее место в своей группе, куда чаще сборная Лихтенштейна занимает последнее место в отборе, иногда оставаясь даже без побед. Последняя победа красно-синих в официальных матчах была аж в 2015 году в отборе на Евро-2016 во Франции. Лихтенштейн в отборочной группе G с Австрией, Россией, Швецией, Черногорией и Молдавией сумел победить в Кишиневе сборную Молдавии с минимальным счетом 1-0 благодаря голу Франца Бургмайера на 74-й минуте. Также в этом отборе Лихтенштейн набрал еще два очка, сыграв в нечистой же Молдавии 1-1 и 0-0 с Черногорией. Плавно переходим к клубному футболу и продолжая наш разговор поговорим об инфраструктуре. Проблем с недостатком мест для игры в футбол в стране нет. Весь Лихтенштейн забит многочисленными полями и небольшими стадионами, на которых местные жители рубятся футбол. Если брать более серьезную инфраструктуру, то в княжестве насчитывается 7 футбольных арен, более-менее пригодных для игры профессиональных команд. У 6 из 7 стадионов вместимость не превышает 3000 зрителей, так как больше мест и не требуется. Исключением является Райн-Парк-штадион, расположенный в столице Лихтенштейна, в городе Вадуц. Эта арена способна вместить в себя 7838 болельщиков. Райн-Парк выступает домашним стадионом для футбольного клуба Вадуц, а также для национальной сборной Лихтенштейна. Но интересно то, что Вадуц, где находится арена, имеет население всего 5500 человек. То есть, если вся столица разом решит прийти на стадион, то даже они не смогут заполнить его и понадобится помощь соседних городов. Но главная фишка Райн-Парка – его местоположение. Вокруг стадиона располагаются великолепные горные пейзажи, которыми невозможно налюбоваться. Просто взгляните на это. И вот мы подошли к самому интересному, отличительной чертой Лихтенштейнского клубного футбола является отсутствие местного чемпионата. Кубок Лихтенштейна – единственный турнир, проводящийся под эгидой Федерации футбола в этой стране. Национальный кубок имеет крайне необычный формат, так как Лихтенштейн имеет всего 7 профессиональных команд, была необходимость в расширении состава участников. И в итоге была придумана следующая система. 7 профессиональных клубов в обязательном порядке заявляют свои основные составы на турнир. А после, по своему усмотрению, эти же команды имеют право заявить на участие резерв и молодежку. В итоге набирается такое количество участников, что кубок стартует со стадии 1-16 финала. Турнир проводится по системе «Осень-Весна». Осенью играются раунды с 1-6 по 1-4, а весной полуфиналы и финал. Чемпион получает право сыграть в отборе к Лиге Конференции на будущий сезон. Обладатель кубка стартует с первого квалификационного раунда. Из-за того, что Лихтенштейн не имеет своего чемпионата, то командам из княжества приходится выступать в швейцарской системе Лиг. К европейским клубам, выступающим в лигах соседней страны, также относятся Суанси-Сити, Кардив-Сити, Монако и так далее. Чего-то необычного в такой системе нет, но особенность футбола карликового государства не в этом. В отличие от перечисленных команд из других стран, лихтенштейнские клубы не имеют права представлять Швейцарию в еврокубковых турнирах. Если в теории условный Вадуц займет первое место в чемпионате Швейцарии, то он не получит путевку в Лигу чемпионов, и она достанется швейцарской команде, занявшей высшую строчку в таблице. В этом и заключается главная несправедливость для команд из маленького княжества. Единственную путевку в еврокубковый турнир получает команда, победившая в Кубке Лихтенштейна. Через чемпионат Швейцарии квалифицироваться в международные турниры нельзя. Получается, что команды из Лихтенштейна не имеют возможности попасть даже в самую раннюю стадию Лиги чемпионов. Вернее, одна возможность есть, но и практически невозможно воспользоваться. Речь идет о победе в Лиге конференции. Тогда клуб из Лихтенштейна получит право сыграть в Лиге Европы, и потом, если победить в Лиге Европы, то можно выйти в Лигу чемпионов. Других вариантов у Лихтенштейна просто нету. Почти все команды из Лихтенштейна играют в низших дивизионах чемпионата Швейцарии. Лишь единицы способны подняться хотя бы до пятой по силе Лиги. Исключением является столичный Вадуц, который уже давно стал крепким середняком швейцарской челлендж-лиги. Это второй по силе дивизион Швейцарии. Горожан далеко нельзя назвать мальчиками для битья, ведь лихтенштейнская команда сама способна дать отпор кому угодно. Неудивительно, что клуб из столицы княжества трижды становился победителем челлендж-лиги в 2003, 2008 и 2014 годах. В последнее время Вадуц явно дает понять, что уровень футбола в стране вырос, и второй дивизион уже не кажется чем-то престижным для них. За последние 10 лет красно-белые, и это я сейчас не про Спартак, осуществили уже две вылазки в валюту швейцарского чемпионата. В 2009 году Вадуц впервые оказался в швейцарской суперлиге, но провел там всего один сезон, по итогам которого занял 10 место и вылетел назад в челлендж-лигу. В 2015 году команда вновь оказалась в высшем дивизионе и задержалась там уже на три года. В первом сезоне Вадуц занял 9 место в таблице, в 2016 году рекордное 8, но в 2017 клуб вновь оказался на 10 месте и покинул суперлигу. В сезоне 20-21 Вадуц сумел вернуться выше дивизион, но правда заняв последнее 10 место, сразу же из него и вылетел. В сезоне 22-23 Вадуц снова сыграет в челлендж-лиге, так как в прошлом сезоне занял лишь 4 место во 2-м швейцарском дивизионе. Однако куда лучше обстоят дела у клуба в кубке Лихтенштейна. Вадуцу принадлежит мировой рекорд по количеству выигранных национальных кубков. Столичная команда становилась чемпионом целых 47 раз, еще 13 раз выходила в финал. С 1998 года Вадуц лишь один раз остался без трофея в 2012 году. Такое доминирование в своей стране не снилось даже Баварии и ПСЖ. Ближайшим преследователем является клуб Бальцерс, имеющий в своем активе 11 национальных кубков. В последнем кубке Лихтенштейна победу вы не угадаете тоже одержал Вадуц. В финале был переигран футбольный клуб Эшенмаурин со счетом 3-1. Помимо этого Вадуцу принадлежит еще один рекорд. Это единственный клуб из Лихтенштейна, которому удавалось пройти два раунда Еврокубков. В 2015 году они добрались до третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где уступили швейцарской команде Тун, кстати, которая сейчас тоже выступает вместе с Вадуцем в челлендж лиге. А в 2019 тоже дошли до третьего квалификационного раунда Лиги Европы, но там соперник был уже гораздо более серьезный немецкий Айнтрахт. По сумме двух матчей Вадуц в итоге уступил 0-6. В сезоне 21-22 Вадуц принимал участие в отборе к Лиге конференций, но в первом же раунде красно-белые вылетели от венгерской команды Уйпешт. Также интересно, что клуб имеет в своей системе сразу несколько команд, и это не считая молодежных составов. В столице Лихтенштейна имеются следующие команды. Вадуц – основная команда. Вадуц-2 – второй состав. В нем играют футболисты до 23 лет, а также игроки-основы, восстанавливающиеся после травмы. Вадуц-3 создан в сезоне 19-20. Цель третьей команды – обеспечить массовость футбола в стране. В клуб вошли футболисты, ранее выступавшие за основной состав. И еще есть Вадуц Синьорс – четвертая столичная команда. В ее составе выступают футболисты, возраст которых превышает 30 лет. Но ошибочно полагать, что Вадуц существует только за счет воспитания собственных футболистов. В клуб частенько приобретаются перспективные футболисты, которые потом вырастают в качественных игроков. Например, в сезоне 2007-2008 за Вадуц играл основной голкипер швейцарской сборной Ян Зомер. Также регулярно в команду приходят и возрастные футболисты, имевшие богатый опыт выступления в других европейских чемпионатах. Например, 4 года назад в столице Лихтенштейна выступал Марка Дэвич, прекрасно знакомый российским и украинским любителям футбола по игре за такие команды, как Казанский Рубин, Донецкий Шахтер и Ростов. Но с Вадуцем Марка сумел взять один кубок Лихтенштейна. Подводя итог, можно справедливо отметить, что футбол Лихтенштейна не стоит на месте и постепенно тоже пытается развиваться. Давайте будем развиваться и мы. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк, чтобы подобные видео появлялись гораздо чаще. Также обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. Я благодарю каждого, кто досмотрел до этого момента. А на этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, будьте здоровы и всем пока.